В протестантизме особую роль играет роль личности. Мы определяли уже протестантизм как разновидность такой открытой динамической религии, если вспомнить типологию Анри Берсона. И вот здесь как раз харизматичные, одаренные, неординарные личности, они всегда значат гораздо больше, чем, скажем, своды правил или инерция церковного развития. Если бы я мог рассказать о протестантизме коротко и живо, то, наверное, я просто назвал бы несколько ярких представителей, которые открыли бы нам протестантизм разным в его наиболее актуальных проявлениях. Я нарисовал бы таких людей, скажем, Владимира Марцинковского, архиепископа Десмонда Туту, Дитриха Банхёфера, Мартина Лютера Кинга, Билли Грэма, Георгия Винца, Майкла Бурдо и Рассела Мура. Вот несколько этих имен, скорее всего, покажутся малознакомыми для широкого аудитории, и тем интереснее было бы о них сказать больше, показать, что в протестантизме есть такие интересные люди. Владимир Марцинковский – это наш украинский форматор. Он родился в прошлом веке в селе Дермань на Волыне, и не так далеко это все от, собственно, с Долбунова на Ровенщине. Он интересен тем, что сочетал в себе сразу три вот таких разности, можно сказать. Он был еврей, он был православный, и он был евангельский христианин. Совместить все это – это большая удача, на мой взгляд. И он показал, что можно быть евреем по натуре, евангельским христианином по убеждениям и православным по культуре. И он показал это в одном из, на мой взгляд, в лучшем, может, даже из возможных сочетаний. Он интересен тем, что предлагал свой пакет реформ патриарху после революции, пытаясь тем самым использовать последние уходящие возможности для реформации православия. Он интересен тем, что был одним из основателей и лидеров мощного на тот момент российского христианского студенческого движения, которое охватывало, в том числе и территорию Украины, и масса университетов, которые тогда существовали на нашей территории, они были под сильным влиянием этого христианского студенческого движения. Хотя движение было межконфессиональным, роль протестантов здесь была определяющей именно как таких полевых благовестников, полевых благовестников. Владимир Марцинковский закончил свою жизнь в Израиле, где создал общину, в которой не было тесно и евреям, и арабам-христианам. Вот это тоже его удивительная склонность примерять, скажем, протестантов и православных, евреев и арабов, она сопровождала его до последнего времени. Он оставил несколько прекрасных сочинений, и до сих пор в Украине его знают протестанты как одного из наиболее загадочных, наиболее загадочных лидеров, потому что его сложно было поместить в какой-то, скажем, кластер, его было бы очень сложно определить как, скажем, в плане традиции, так и в плане его культурных предпочтений. Он был таким представителем, скажем, протестантского экуминизма. Я вспомнил об архиепископе англиканском Десмонде Туту, потому что он показал нам пример того, как священнослужитель может любить свой народ и бороться за его свободу, как церковь может стать в авангарде освобождения. И мы видели, как Южная Африка боролась за свое освобождение, мы видели, как церковь показала себя, как движущую силу. Мы видим, конечно, не только вот эту активную роль церкви, мы видим все противоречия этой позиции церковной. И мы видим в этом особое мужество архиепископа Десмонде Туту. Именно его роль позволила избежать, скажем, масштабной гражданской войны и дала начало такому примирению национальному, когда и справедливость, и милость сочетались бы правильным таким христианским образом. Лютеранский пастор Дитрий Банхёфер показывает удивительное сочетание сопротивления и покорности, верности Божьему Слову и пророческого понимания своей безрелигиозной эпохи. Дитрий Банхёфер может быть назван вполне пророком нашего времени. Почему? Потому что, с одной стороны, он представитель такой достаточно консервативной линии. Он вместе с Карлом Бартом, Мартином Немюллером утверждает господство Иисуса Христа в знаменитой Барменской декларации 1934 года. Он отказывает Гитлеру во всяких претензиях на влияние в делах церковных. Он отказывает ему в праве говорить о себе как о лидере христианской нации. Он обличает прямо эту власть как проявление антихристового влияния. Но основные пророчества Дитриха Банхёфера связаны были не с политической ситуацией, а с культурной ситуацией, которую он видел, или точнее предвидел из своего времени. Он предвидел ситуацию послевоенной уже Европы, когда, собственно, возникнет вопрос, а как можно верить в Бога после всего этого? Как можно верить в Бога после серии вот этих соглашательств? И католической церкви, скажем, с Муссолини, и евангелической лютеранской церкви с Гитлером, или, скажем, других церквей с не менее одиозными фигурами, в частности, со Сталиным. И вот этот вопрос, как можно верить в Бога после всего этого, он предвидел пророческим образом. Он говорит о том, что наступает такая пострелигиозная эпоха, и христиане должны приготовиться к ней. Они должны быть готовы говорить о своей вере уже нерелигиозным языком. Интересно, что Гитрих Банхёфер, казалось бы, не был частью этой эпохи, но он обнаружил в себе вот этот удивительный пророческий дар мыслить наперед. Когда мы читаем его книги, когда мы читаем его ту же, скажем, этику, мы удивляемся тому, насколько она, скажем, является глубокой, глубокой и несколько отстраненной от того тяжелого времени, в котором ему довелось жить. Это показывает его удивительное свойство оставаться спокойным, вопреки всему, полагаться всецело на Бога. Баптистский пастор Мартин Лютер Кинг интересен для нас тем, что умел мечтать о большем, чем о личном спасении, и менять своей упорной верой будущее своей нации. Как вы знаете, пастор Мартин Лютер Кинг посвятил свою жизнь борьбе за освобождение темнокожих от дискриминации. Он отдал жизнь для этого и поплатился, можно так сказать, своей жизнью. В 1968 году он был ранен снайпером и умер от этой раны. Но Мартин Лютер Кинг интересен несколько другим. Он интересен тем, что показал новый образ баптизма. Он показал баптизм, который был не на стороне, скажем, традиционной сегрегации. Он показал, что наряду с баптизмом, скажем, южного толка, который все-таки нес на себе следы вот этой колониальной эпохи, может быть другой протестантизм. Может быть протестантизм, оправдывающий протест. Протестантизм, который в своем освобождении движется дальше, чем освобождение от греха, чем освобождение от каких-то духовных зависимостей. И этот процесс освобождения охватывает также общество, охватывает культурную и политическую жизнь. Его мощное движение, его мечты, его проповеди повлияли на будущее американской нации. Баптийский миссионер Билли Грэм также достоин того, чтобы быть упомянутым в этом списке. Вот одна из, пожалуй, лучших его биографий. И мы видим в лице Билли Грэма неутомимого миссионера. Мы видим человека, который всю свою жизнь посвятил одной цели, одному делу, одному призванию – проповедовать Божие слова. Это очень типично для протестантов, особенно для протестантов американских той волны. Они видели свою особую роль в мире как нации, и в связи с этим они задавали вопрос, а что наше христианство может добавить? Знают ли только о Соединенных Штатах, как о наиболее сильной, скажем, державе после военного времени? Или мы должны показать еще и христианское преимущество? Или мы должны показать еще, собственно, и мягкие формы влияния, духовного влияния, которое преображало бы мир не в гонки вооружений, но в деле евангелизации? Билли Грэм интересен тем, что он начинал как проповедник молодежи, молодежи 60-х годов, молодежи улиц, молодежи опасных районов, но заканчивал он уже как проповедник президентов, и в этом тоже интересные превращения. Молодой Билли Грэм разбудил Америку и мир, говорил о христе и наркоманам, и президентам, и показал собой непревзойденный пример посвященности и верности в деле благовестия. Хочу вспомнить еще об одном интересном человеке, географически более близком для нас, но, наверное, даже менее известном. Это киевский пастор Георгий Винс, это был пастор баптистской общины, он отсидел много лет в тюрьмах, потом провел много лет в ссылке за активную проповедь Евангелия. И в конце 70-х годов, благодаря большим дипломатическим усилиям Соединенных Штатов, ему удалось все-таки спастись, его обменяли на ряд шпионов, судя по всему, и он оказался в Соединенных Штатах, где продолжил свою уже правозащитную деятельность. Он интересен своей бескомпромиссной верностью, он был готов страдать за Христа в советских застенках, чтобы говорить о нем и там, и в тюрьме, он видел там свое миссионерское поле. А затем он смог рассказать всему миру правду о живой, хотя и гонимой церкви в СССР. Георгий Петрович Винц был интересен тем, что помимо своей правозащитной деятельности, скажем, своего технического образования как инженера, он был еще и широко известным поэтом. То есть он был человек очень творческий. И это тоже, кстати, очень сильно разнообразило такой суммарный образ советского протестантизма. Как людей некнижных, людей простых, людей очень примитивных, людей одержимых своей верой, вот таких темных, непросвещенных и так далее. Георгий Винц совершенно не вписывался в этот образ. Умер он на чужбине, он умер в Соединенных Штатах, но оставил очень большое наследие. И до последних дней своей жизни очень много помогал церкви здесь, в бывшем Советском Союзе. С ним связано еще одно имя, которое я хотел бы вспомнить, это имя англиканского каноника Майкла Бурдо. Именно благодаря усилиям Майкла Бурдо, собственно, Георгий Винц и многие другие смогли выжить, смогли спастись из советских застенков. Майкл Бурдо создал Кестон Институт, большую правозащитную организацию в 60-е годы, которая служила одной цели – помощи церкви за железным занавесом. Вот недавно уже совершенно престарелый Майкл Бурдо посетил Львов, Украинский католический университет, и он рассказывал о своей помощи трем разным конфессиям за железным занавесом. Он очень много приложил усилий для поддержки православным диссидентам. Также греко-католической церкви фактически он был одним из первооткрывателей вот этой традиции как живой. То есть все думали, что ее там нет. Это была церковь молчащая. Даже в Европе католической говорили о греко-католиках как о церкви молчащей. Но кто-то должен был о ней сказать. И Майкл Бурдо находит сотни этих живых священников в катакомбной церкви и говорит Западу, что есть эта церковь, она живая, она в застенках, она в подполье. Лучшие ее люди в Сибири, но она не умерла. Православные диссиденты, греко-католическое священство и протестантские проповедники, служители в застенках, они являются вот той группой, которую Майкл Бурдо защищал в своей правозащитной и научной работе. Он был советником многих сильных мира сего. И преследовал всего лишь одну цель, чтобы мир знал о величайшей несправедливости. Чтобы вот эти ферменты, в одной, по-моему, из первых своих книг он говорит о том, что это ферменты будущего духовного возрождения в Советском Союзе. То есть он говорит, что вот эти все сообщества инакомыслящих, ну в частности о протестантах он говорит, о радикалах, то есть о тех, которые вышли из структуры официальной церкви, предпочли уйти в подполье, но сохранить верность своим убеждениям. И Майкл Бурдо говорит, что это не что иное, как ферменты будущей активной и гражданской, духовной жизни. То есть если где мы видим следы зарождения будущей гражданской активности, то это именно здесь, в религиозных общинах, потому что вся остальная жизнь парализована. Майкл Бурдо таким образом всю свою жизнь посвятил защите прав преследуемых христиан. Как говорят его недруги, он своей неутомимой деятельностью разрушил стены умолчания, а затем и Советский Союз. Хочу вспомнить еще об одном пасторе, я упоминал его имя раньше, это пастор, я бы так сказал, нонконформист Рассел Мур, это глава комиссии по этике религиозной свободы Южной Баптийской конвенции. Он интересен тем, что показал на себе, на фоне последних президентских выборов, как можно быть не только признанным лидером библейского пояса. Вы знаете, что вот это понятие «библейский пояс» охватывает штаты, которые наиболее консервативны в протестантских вопросах, публичной морали, в вопросах приверженности так называемым традиционным библейским ценностям. И он показал, что можно быть не только признанным лидером библейского пояса, но также его смелым критиком. Он говорит о себе не только как о наследнике традиции американского протестантизма, но он говорит о том, что больше всего он переживал, чтобы не стать пленником этой традиции. Больше всего он хотел быть живым продолжателем этой традиции. Он боялся остаться заложником этого библейского пояса. Он предпочел лишиться карьеры, чтобы карьеры скорее, чем поддержать мнение, будто кандидатура Трампа вполне совместима, скажем, с традиционными ценностями евангельского христианства. На мой взгляд, вот эти лица, их можно, конечно, описывать очень много, потому что каждый из этих людей достоин книги не одной. И можно также продолжить ряд этих людей. Но эти лица свидетели того, что протестантизм продолжает развиваться, выражаться в новых ситуациях и менять их. Что в истории церкви роль личности значит очень и очень много. В конце концов, что Бог призывает новых реформаторов, дает им свое поручение, и церковь не всегда даже понимает, зачем это нужно. Церковь не всегда их принимает. Церковь не всегда соглашается с тем, что они делают. Но в конце концов, они прокладывают для нее новые пути. Роль личности значит очень и очень много. что при всей разновидности призваний у церкви есть одна и та же миссия – проповедовать живое Божье Слово где бы то ни было и чего бы это ни стоило. В конце концов, вот это сообщество лиц показывает, что сегодня, может быть, играет особую роль не столько отдельное лицо, как в ситуации с первыми реформаторами, не столько, скажем, отдельный или новый Лютер, или новый Кальвин, или новый Менна Симонс, или новый Иоанн Гусс, или новый Джан Виклиф, но особую роль играют вот эти сообщества, которые формируются вокруг таких людей, сообщества веры. Поэтому мы можем говорить, что протестантизм в наше время, он движим сегодня идеей некоего коллективного нового Лютера, идеей той, что сегодня церковь развивается как сетевое сообщество, охватывающее мир. И в этом развитии, конечно, личности играют особую роль, но ни одна из этих личностей не может выразить, скажем, протестантизм в его актуальной форме. Они вынуждены работать вместе, они вынуждены слушать друг друга, они вынуждены учитывать критику друг друга. Поэтому коллективный Лютер – это то, чем протестантизм, наверное, может удивить сегодня мир. Это во многом поменяет протестантизм как таковой, потому что это утверждает приоритет все-таки коллективных форм. Это сдерживает тот индивидуализм, ту свободу, скажем, тот произвол, который мы видим в истории многих протестантских конфессий. Это возвращает нас к определенным корням, к определенной целостности, к определенной полноте, в которой нам дана лишь часть, в которой нам дана лишь отдельная роль, в которой мы призваны увидеть друг друга для того, чтобы вместе послужить. Разнообразие традиций, которые стоят за этими именами, показывает, насколько сегодня богословские течения проникают друг в друга, насколько они сегодня меняют друг друга. Мы видим здесь и представителей высокой церкви и низкой церкви, мы видим здесь самых простых людей, и мы видим здесь профессоров. Спустя 500 лет своей истории протестантизм, который начинался, скажем, профессорскими лекциями и выступлениями, если будет продолжен, то, скорее всего, будет продолжен усилиями других людей. Наверное, это будут люди не столько, опять же, не столько интеллектуально подкованные, не столько интеллектуально продвинутые, сколько готовые платить цену за свою веру. Это будут представители той самой церкви глобального юга, это будут представители тех общин, которые сталкиваются сегодня, скажем, с фактором агрессивного ислама. Это представители тех церквей, которые снова ищут, скажем, опоры, снова ищут той незыблемой опоры, о которой они могут сказать, на всем стою и не могу иначе. То есть протестантизм, переболев крайностями либерализма, фундаментализма, он сегодня более внимателен к традициям друг друга и к традициям исторических церквей. Люди, о которых я говорил, они выражают как раз вот это разнообразие протестантизма контекстуального. Все они были патриотами своей страны, все они были частью своей культуры, но все они смогли приподняться до тех универсальных ценностей христианства, которые связывают их со вселенской, с общецерковной традицией. Закончить свой обзор некоторых избранных, скажем, лиц, лучших представителей протестантизма, на мой взгляд, я бы хотел вопросом, который адресуется уже сейчас к нам. Насколько мы благодарны за каждого из них, насколько мы благодарны той богатой истории, которая сегодня, собственно, адресует свои вызовы уже нам. Насколько мы готовы продолжить вот эту эстафету и насколько мы, как представители совершенно разных конфессиональных традиций, готовы с благодарным отношением к богу и истории изучать, усваивать историю протестантизма в его событиях, учениях, достижениях и лицах, чтобы сделать все это частью нашего целостного, открытого христианства, если угодно того простого христианства, о котором говорил Клайв Льюис. Или же просто единой Вселенской Святой и Апостольской Церкви, частью которой являются в том числе и протестанты.